Друзья, привет! С вами новости с Антоном Хардиным. Что не день в России, то новая интересная акция. Подписчик прислал скриншот, говорит, город Реш, Свердловская область. Смотрите, какая крутая акция в одной из парикмахерских. Парикмахерская красотка на Чапаева 31 проводит акцию для мобилизованных. При предъявлении повестки стрижка бесплатна. Пошел, значит, в военкомат, получил повестку и можешь бесплатно подстричься. А можно еще в Курган съездить, показать повестку и там сало получить. И это все бесплатно, представляете? Какой-то аттракцион неслыханной щедрости. А это канал НТВ. Риторика на НТВ настолько изменилась, что сейчас телезрителям показывают вот это. Сначала в субботу Шойгу разговаривал с Остином, причем, насколько я понимаю, американцы звонили, а не мы. И в воскресенье действительно были разговоры с Лондоном, с Парижем. Как это все? Во что может вылиться? Все это выглядит примерно так. Россия инициировала специальную военную операцию. Не рассчитала свои силы. И уже восьмой месяц не может победить. И одновременно жалуется, жалуется и обижается на то, что ее противники, те самые страны, которые хотят нейтрализовать Россию и, по сути, расчленить и уничтожить ее, нам не верят, нас не поддерживают и не готовы слышать. Ну, как бы логично. Ну, мы скорее не жалуемся, а негодуем. Я бы так сказал. Потому что они нас не слушали изначально. Ну, и... Знаете, мы можем негодовать сколько угодно. Злиться хоть до посинения. Злиться, это никак не решит нашу проблему. Нашу пропаганду можно занести в Книгу рекордов Гиннесса, как пропаганду, которая максимально быстро переобувается. Такого скоростного переобувания мир еще просто не видел. Сначала они все орали, что да, че там. А сейчас говорят, ну, как-то силы не подрасчитали. А что это такое? Подождите. Такое нельзя говорить, потому что официально заявили, что все идет строго по заранее намеченному плану. А вы говорите, что что-то там кто-то не подрасчитал? У нас же за это сейчас статья предусмотрена. А это Кирилл Стремоусов. Многие вы Стремоусова знаете, кто-то о нем просто слышал. Это замглавы администрации Херсонской области. И он у себя в телеграм-канале опубликовал пост следующего содержания. Стремоусов переплюнул всех пропагандистов вместе взятых. Он публикует изображение Йозефа Геббельса, который якобы написал. Бандеровцы это умолеводные маньяки или другими словами озабевший скот. Но именно такие нам нужны в данный момент времени, чтобы уничтожать непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены, так как зверям не место среди людей. И что же Стремоусов по поводу этого пишет? Очень верные слова он говорит Йозефа Геббельса. О бандеровцах и украинцах ничего не произошло. История повторилась. Йозеф Геббельс, на секундочку, это нацистский преступник. Это ярый гитлеровский пропагандист. Кирилл Стремоусов, который называет украинцев нацистами, согласен с Геббельсом. А дальше что он опубликует? Фотографию Гитлера с его каким-то высказыванием. Мало того, что это высказывание, это фейк чистейшей воды. Это фейк, сам Геббельс такого не говорил. Проверяется это легко в любой поисковой системе. С чем сейчас там Стремоусов борется? А пока Стремоусов постит вымышленные слова нацистского пропагандиста, у нас есть свой пропагандист. У этого пропагандиста, похоже, что-то окончательно испортилось. Перегорел предохранитель, и Рудольфыча понесло. Давайте, мрази, сатанисты, люблю я вас выводить на чистую воду. Когда я говорил Екатеринбургу, когда я говорил, что бесы у вас ходят, когда вы не смотрели на правде в глаза, когда вы пытались защищать и говорить, Владимир Дольфович, ну зачем вы так в суд на меня подавать? Кто из вас скакал с волосей и не хотел, чтобы был храм? Теперь что вы скажете? Сатанинские вы***ки! Соловьев напал на всех жителей Свердловской области и Екатеринбурга. Кстати, что напал-то? Там же стрижки бесплатные в Свердловской области. Он поливает абсолютно грязнейшими помоями. Журналистика российская выглядит сейчас так. Оскорбление за оскорблением, грязь на грязи. Владимир Рудольфович, возьмите, пожалуйста, мыло. Рот помойте с мылом и со щеткой желательно. Как вы посмотрите в глаза ребятам с Уралвагонзавода? Как вы посмотрите в глаза ребятам с УГМК, со многих других заводов? Как вы посмотрите в глаза тем из вас, уральцев, которые верой и правдой защищают отчизну? Вы прыгавшие с хаты! Бесы! Как вы теперь будете реагировать? Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье! Ну вот идите в свое капище, в Ельцинский центр! И власть ваша пусть наконец определится, с кем она! Депутаты у вас там всякие письма писали. Где сейчас этот подорок? Город! Древний город славный! Встань! И опомнись! Скинь себе всю эту смердяковщину! Всю эту мерзость, всю эту розманщину скинь себя! Соловьев представляет себя наверняка каким-то таким, вот как Ленин на броневике. Но выглядит он совсем по-другому. Но это что такое? Это что, журналистика что ли? Это даже журналистикой назвать-то сложно. Просто какие-то мерзковатые этюды на вольную тематику. Это пропагандист Антоша Красовский. Антоша Красовский подготовил речь для ГАГи. Первый пошел. Он сидит на фоне икон, просит выслушать его. Последнее слово. Будет Антоша еще последнее слово. Все еще впереди. Есть такой формат обращения, последнее слово. Когда суд дает сказать тебе что-то в свое оправдание, защиту позволяет объяснить, ну для чего ты все это сделал. Я говорю это слово не на суде государства, но на суде людей. Мне действительно нужно объясниться. Я не буду говорить про контекст высказывания, про обстоятельства. Это все совершенно не важно. Я не просто перешел границы, я ненамеренно их стер. Границы между правым делом и злом, между чистым злом и возмездием между нами и ними. Да нет, Антон, эту границу стер далеко не ты. Эта граница уже стерта давно, когда твои коллеги постарше начали возбуждать в россиянах ненависть. Когда они врали годами и покрывали воровство, покрывали коррупцию. Тогда нужно было задуматься, что вы делали. А сейчас это выглядит как речь для Гаги и не более того. Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц и меня раз от разу заносит куда-то, куда может занести тот бес, что сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занес. Владимир Рудольфович, вот он нашелся человеку, у которого бес на плече сидит. Вот он получается. Тот, про кого вы орали. Так может быть с него и нужно начать? Иногда я пытаюсь решить, а чья жизнь важнее, нужнее, правильнее. Я идиот. Нет таких жизней. Я не прошу меня простить, я прошу меня понять. Дурака понять. Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага, и я дурак. Смешал добро со злом и облажался, скуривался. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу. Банхомкредит провел опрос, и согласно данным этого опроса, каждый седьмой житель России не имеет средств на то, чтобы приобрести зимнюю одежду. Люди вынуждены брать кредиты на одежду. Можно бесконечно прыгать и тыкать пальцем в какую-то другую сторону, но бревно-то у нас у самих в глазу. Или вот, посмотрите, глава округа Амуром обратился к землякам. Уважаемые земляки, дорогие друзья, сегодня я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Помощь необходима нашим муромлянам, которые в северале месяце находятся в зоне специальной военной операции. Нашим землякам, которые сегодня находятся в пунктах сбора мобилизованных. На прошлой неделе мы посетили пункт сбора наших муромлян, и нами были составлены их индивидуальные списки, которые им необходимы. Списки для них и для их семей. Мы их обобщили, составили один единый большой общий список. И просьба заключается в том, чтобы собрать все это буквально за пару дней. Большую часть мы соберем и сделаем сами. Но есть позиции, которые просто мы не можем найти, они дефицитные. И я прошу, каждый, кто может, когда с этим помощь, посмотреть по своим личным связям, совершенно случайным, может быть, даже знакомствам, найти эти вещи и передать для наших земляков. И список того, что нужно, и номер счета, все это есть на моем сайте. И давайте же зайдем на его сайт и посмотрим, что же там нужно. Берцы, зимние 16 пар, камуфляжный костюм, горка 28 штук, термобелье, разгрузка, медицинский жгут, наколенники на локотнике, тактический рюкзак, перчатки, рация, резиновые сапоги утепленные, тепловизор, плита газовая, баллоны для газовой плиты, дождевики, спальные мешки, квадрокоптер 10 штук. И я даже не хочу это комментировать, вы сами все понимаете. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. И делитесь роликом, не забывайте подписаться на канал, так как это очень помогает в распространении информации. А с вами были новости с Антоном Хардиным, и я не прощаюсь.